привет всем ребята сегодня хочу вам показать как собрать просто нереально примитивнейшие простейшие самое компактное легкое зарядное устройство но кстати небезопасное имейте в виду который состоит всего диода у меня одного мощного не было поэтому будем параллель 3 это как один диод 1 деталь крокодилы 2 розетка 3 провод 44 детали всего для зарядного устройства никаких транзисторов никаких трансформаторов никаких регуляторов ничего все просто и легко заряжать можно будет хоть лампочкой хоть утюгом хоть самоваром хоть кипятильником как угодно вообще без проблем сейчас я начну собирать а начну с того что разделы провод и первым делом проводу просто здесь разнесу провода кожу наружную сниму чтобы на клемму аккумулятора свободно одевалась хватало то есть нас клемм аккумулятора не на разном расстоянии находится в зависимости от модели и к синему припаяю минус черный крокодил коричневому плюс красный крокодил вся все это припаиваем и потом я вам покажу что делать дальше ну что же провода мы припаяли наше зарядное устройство еще не готово отступаем середину где-то середину разделываем верхнюю кожуру и любой из проводов из жил двух хоть синий хоть коричневый режем просто разрезаем любую давайте коричневой режем теперь все очень просто который у нас со стороны вилки присоединяем на любую клемму розетки какую угодно хоть на ту хоть на эту тут переменка фаза 0 без разницы все равно вы не будете смотреть как вы включаете где фаза где 0 в общем суть в том что не который идет на крокодила провод который от вилки включаем розетку куда угодно теперь берем три диода видите полосочки где полосочки это катоды и нету полосочек это аноды но не суть факт то что все полосочки в кучку скручиваем этих товарищей вместе у нас получается каждый диод 3 ампера 800 вольт до 800 вольт то есть трижды 39 до 9 ампер спокойно без проблем ну надо небольшой запас оставлять так что берите 8 ампер все подключили теперь если мы разрезали который будет на плюс идти значит нам от розетки надо чтобы аноды в розетку включались а катоды уже шли на вторую половину крокодилом если вы режете минус 100 включаете наоборот диоды то есть уже анодами к минусу в принципе суть понятно хотите можете делать строго как вот в ролике я вот сейчас с этими полосочками к проводу где полосочек нету нету присоединю контакту розетки вот такое должно получиться у нас что-то непонятное тут желательно заизолировать дальше собираем розетку собираем таким образом надо будет перевернуть и чтобы ничего не за изолированного не торчало снаружи сейчас я все аккуратненько увожу вот и все вот у нас получилось зарядное устройство крокодил розетка но здесь еще надо пластинку сделать провод простейшие примитивнейшие зарядное устройство суть в чем как она работает сначала за эти крокодилы когда включено зарядное устройство не вздумайте хвататься руками даже когда на аккумуляторе вас так чебуркнет что потом будете требовать льготные места в раю или еще где-нибудь неважно кстати религиозные фанатики не лечите пожалуйста на моем канале меня проходите мимо у меня своеобразный взгляд на религию так что досвидос без обид вот соблюдайте технику безопасности это очень опасно зарядное устройство каким образом она работает подключаем на аккумулятор клеммы включаем сюда лампочку накаливания на 220 вольт и мощность уже зависит от того как вы хотите что заряжать немножко воды кто не хочет слушать перематывайте я не знаю сколько я сейчас буду тарахтеть но расскажу как я пользовался этим зарядным устройством такое зарядное устройство у меня всегда лежала в моем первом москвиче 2140 с теплотой вспоминаю эту машину и частенько ездил к друзьям деревню а так как юность была нищебродская как и у многих принципе в 90-е да и после и аккумулятор купить было сложно аккумулятор постоянно подыхал зарядка хоть и было доезжаешь ночью постоит потом хрен его уже заведешь или чуть музыку послушал тоже уже хрен заведешь что я делал я собрал такое зарядное устройство приезжал к товарищу в деревню доставал его мы ставили кастрюлю сосовывали туда кипятильник на киловатт включали в розетку зарядного устройства рядом ставили аккумулятор и включали в розетку кипятильник не кипел не кипятил воду но вода была всегда горячая элементарно даже кипяченую воду ставили засовывали туда кипятильник всю ночь аккумулятор стоял без всяких проблем утром встаешь теплая водичка как вы знаете деревнях с водопроводом довольно туго вот эту кастрюльку отключаешь зарядник и зубы почистить можно и умыться и вообще очень хорошо помогала теперь сила тока зависит от нагрузки которую будете подключать то есть если вы хотите вообще безопасно подключайте лампочку ватт на 100 на 150 и оставляйте его смело на ночь аккумулятор хотите чтобы побыстрее зарядилась заряжайте уже электроплитками теми же кипятильниками но используйте нагрузку где нету двигателей моторчиков ни в коем случае не используйте другую нагрузку индуктивную элементарно даже те же моторы насосы прочее прочее то есть нагреватель простейший тэн любой любая электроплитка ни в коем случае не индукционного нагрева обычная да даже спираль можно не хромовой с электроплитки любая нагрузка подобная лампы накаливания только лампы накаливания только на 220 вольт ни в коем случае не светодиодные не энергосберегайки только накаливание если будете использовать лампу и все и принципе вот так вот всю ночь ковыряешься общаешься утром надо ехать аккумулятор уже заряжен ставишь заводишь и поехал и это зарядное устройство она не требует ни трансформаторов намотки не расчета диодных мостов ничего не требуется провод розетка и возишь собой в любой деревне в любом захолустном райончике думаю всегда можно найти кипятильник плитку лампочку тем более можно найти ильича хоть сейчас и говорят что прошлый век мне кажется их полно вот тем более это не электронное зарядное устройство конечно оно лишено всяких фишек в том плане что ограничение регулировка тока ограничение заряда то есть тут вообще никакого контроля ничего нету оно очень опасное для жизни если вы где-нибудь еще и под шофе схватите за эти крокодилы у вас очень хорошо взбодрит еще раз говорю максимальная техника безопасности но чтобы аккумулятор не перекипел не перезарядился ничего страшного не случилось я рекомендую 100 150 ватт и на всю ночь оставлять аккумулятор у вас зарядиться достаточно чтобы завести машину вот так вот очень просто его даже если смотать вот он зарядное устройство пластинку и здесь сделаю потому что у меня когда было такое у меня товарищ когда увидел ему рассказал что это он у вас хватил выпущу глаза и сказал все не отдам она мне надо и пользовался очень долго пользовался так странно и сказал мне вроде бы он ехал живой был когда выезжал сейчас не знаю надеюсь что все нормально с ним вот ну пишите комментарии ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал не забудьте нажать кнопку колокольчик чтобы не пропустить свежие ролики мне было очень приятно с вами поделиться особенно немножко удариться воспоминаниях хоть не все это подписчики это любят но тут уже ничего не поделаешь ностальгия хотя еще и не старый но любом случае на этом всем пока всем здоровья удачи успехов ребята не болейте всегда будьте на связи спрашивайте делитесь своим мнением очень интересно с вами общаться действительно это не просто лезть это на самом деле мне интересно общение с вами и много чего нового узнаю много чего советуете скоро увидимся